здравствуйте дорогие друзья меня зовут марина вы на канале вязальные посиделки сегодня у нас классный узор классно он тем что он очень простой быстро вяжется легко запоминается он двухсторонний вот это его не хочется говорить изнаночная это его оборотная сторона вот такая вот пусть будет лицевая раппорт узора 4 ряда на высоту 4 ряда причем 2 из 2 из этих рядов вяжется лицевыми и в ширину раппорт узора всего две петельки еще раз покажу одна сторона такая она более рельефная и другая сторона с менее выраженным рельефом но тоже очень интересная мне кажется это такой универсальный узор который можно связать во первых практически любое детское изделие и очень классно будет связать таким узором пледик потому что какой страны его не повернем везде будет красиво и сейчас покажу как узор вяжется набираем нечетное количество петель чтобы одна петля в конце ряда была для симметрии вот на образец я набрала 15 петелек и вяжем первый ряд все лицевые довязываем до конца ряда провязали и второй ряд у нас тоже все лицевые на кромочной я не проговариваю как нужно так и вяжите второй ряд тоже все лицевые показываю все ряды потому что смотрят нас не только из россии кому-то важно визуально улавливать узор довязываем третий ряд кромочная петелька и вяжем 1 лицевая одну петлю снимаем нить перед работой и чередуем эти две петли 1 лицевая 1 снимаем нить перед работой лицевая снимаем лицевая петля 1 снимаем и так весь ряд так как количество петелек у нас нечетное в конце у нас одна лицевая петелька и кромочная соответственно провязали третий ряд и последний четвертый снимаю кромочную и вяжем 1 изнаночная 1 снимаем нить за работой изнаночные петли провязываем те которые на нас как бы в этом ряду и смотрят изнаночными чтобы вам не запутаться вот она изнаночная петелька провязывается изнаночной вот это вот переснятая петля опять переснимается но ниточка за работой остается снова видим изнаночную петельку изнаночная 1 снимаем изнаночная петля 1 снимаем изнаночная снимаем и в конце ряд заканчивается изнаночной и кромочной петлей дальше узор мы повторяем с первого ряда в пятом ряду у вас петельки будут развернуты я вижу бабушкиным способом петли по крайней мере вот в моем случае в пятом ряду петли у меня всегда повернуты в разные стороны не знаю как при классическом не пробовала то есть вот я вижу все лицевые и одна петля у меня видите одной стороны повернут другой другая другой то есть вяжем так чтобы не перекручивались петли а дальше просто повторяем узор вот такой милый простой узорчик если узор понравился ставьте пальчик вверх этот узор у вас будет в плейлисте понравившиеся вы всегда сможете его там найти и спасибо за просмотр всем пока